Привет, мои хорошие! И сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт приготовления по-настоящему новогоднего рождественского торта, правильнее рулета или десерта. Он готовится очень просто, получается эффектным, легким и очень вкусным. И прежде чем мы начнем готовить, хочу вашему вниманию показать канал своего друга, который готовит для себя, своей семьи. Я думаю, вам будет интересно понаблюдать за тем, как готовить мужчина. Подписывайтесь на его канал, ссылочку оставлю в описании под этим видео. У него простые, доступные и очень вкусные рецепты. И начнем с приготовления бисквита. К яйцам добавляем сахар. Для таких рулетов обычно я готовлю бисквиты. Сколько яиц, столько столовых ложек сахара я добавляю. Яйца с сахаром взбиваем до бела. И вот вы видите, в итоге у меня получилась такая пышная масса. Она в объеме стала в 2-3 раза больше. И в яичную смесь вводим сухие ингредиенты. Добавляем разрыхлитель, муку. Кстати, муки я также добавляю. Если 4 яйца, значит 4 столовые ложки муки. Просеиваем через сито. И аккуратно вводим муку в тесто. Для того, чтобы наше бисквитное тесто не осело. Для вкуса и аромата я добавляю сметану или сливочное масло. Тогда ваш бисквит будет влажным и очень ароматным. Форму я застилаю силиконовым ковриком. Можете брать пергаментную бумагу. Для страховки я еще немножечко присыпала мукой. И распределяем тесто по форме. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 12-15 минут. Все зависит от вашей духовки. Аккуратно вынимаем бисквит. Переворачиваем его на полотенце. И с помощью полотенца сворачиваю рулет. Тесто очень хорошо отходит от вот таких вот силиконовых ковриков. И пока остывает наш рулет, это буквально пару минуточек я подготовлю крем. К сметане добавляем сгущенку. И вот вы видите, специально показываю для вас загуститель для сливок или сметаны. Это обычный вот такой вот порошок, как ванилин. Добавляю к сметану крему. Очень часто говорю о том, если вы используете сметану из магазина, лучше всего использовать именно вот такие вот загустители. Производитель берите той, которая есть в вашем магазине или кто-то вам посоветовал проверенный. Взбиваем крем и посмотрите в итоге, какой плотный крем получился. Я неоднократно готовлю такие крема, но с загустителем он плотнее. Вы знаете, у меня сметана всегда хорошая, но так еще лучше получилось. Разворачиваем рулетик. Его не нужно ничем пропитывать, он и так очень нежный будет. И смазываем кремом. Немножечко оставила крема для украшения. Берем целую мандаринку, я использовала довольно-таки большие мандарины. Выкладываем по всем рулету и плотно сворачиваем рулет. Оставшимся кремом смазываем рулет, украшаем уже так, как позволяет ваша фантазия. Я это сделала буквально за 2 минуты. Чем люблю такие десерты, что они готовятся очень просто, не домашние, вкусные, они красивые, да? Я готовила на день рождения для своего брата. Ему и гостям очень понравилось. Когда есть сытные и вкусные блюда, такая вкусная тень в самый тон. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал. И также подписывайтесь на канал моего друга. Я буду очень рада и мне будет приятно. Ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Всем пока. С наступающими вас праздниками. С наступающими вас праздниками. С наступающими вас праздниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...